Итак, друзья, всем привет! В свое время я установил огромное количество Windows'ов, начиная от Windows 3.1, заканчивая последним Windows'ом 11. И у меня, как вы понимаете, огромный опыт использования Windows'ом здесь, ну как и у вас, собственно. И я вот выделил за все это время самый лучший способ восстановить работу глючащего Windows'а. Ну, вы знаете, да, значит, как и Android, я думаю, что Android есть у всех, замечали, что когда вы покупаете смартфон, он работает очень даже неплохо, но со временем он начинает все медленнее, чем больше приложений установлен, чем больше всего там есть, он становится все медленнее, 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 особенно если не выходят обновления, и потом Android превращается во что-то нечто такое. То же самое происходит с Windows'ом. Windows со временем начинает работать все медленнее, медленнее, чем больше там программ и так далее, тому подобное, всего и всякого, чем больше забиты диски, и, ну, в основном, чем дольше живет Windows, и чем дольше, чем больше вы установите туда различных программ и, ну, короче, живете полноценной жизнью. Друзья, так вот, что я вам хочу сказать, со временем производительность, работа была вот такая, за секунды все решалось, а потом время решения вопроса возрастает, и, допустим, если у вас какая-то операция занимает на полсекунды больше, ну, там, скажем, на четверть, да, то со временем вы же делаете просто тысячи там, если не сотни тысяч, операций различных, и со временем это отъедает и время, и нервы, и как с этим бороться, и так поехали, друзья. Друзья, я выработал самую лучшую, самую офигенную стратегию, друзья, самую просто, вот, самую лучшую. И знаете, что это? Это переустановка Windows. Друзья, что для этого надо? Надо, чтобы у вас был отдельно диск C и отдельно какой-нибудь другой диск. На другом диске вы держите, значит, всю необходимую информацию, да, и, соответственно, на диске C, значит, вы держите уже несущественную информацию, и всегда считайте, рассчитывайте на то, что вы переустановите диск C, ну, переустановите Windows. Причем я рекомендую переустанавливать Windows, при, короче, полностью, то есть полностью удалять раздел на диске C и полностью заново на новом разделе устанавливать Windows. И после того, как вы это сделаете, увидите, насколько быстрее будет работать. И вот это время, затраченное на установку и переустановку всех программ в Windows, вы заметите, что производительность настолько возрастет, что она компенсирует вам вот это время быстрой работы, оно будет в разы компенсировано. Если вы месяцами мучаетесь на этом глюченом, тупом Windows, то, соответственно, это отъедает столько времени, нерв и сил, что когда вы переустановите, вы поймете, боже, да, это отлично. Переустановка, это нормально, это естественно, к сожалению, не существует. У Windows слишком много уровней, нижний уровень программного, потом верхний и так далее, слишком много вот этих слоев. В результате это сложная очень система и со временем вот так вот происходит, что она начинает работать хуже, медленнее, это естественно, к сожалению. И, соответственно, ничего плохого ниже, вот я переустановил совсем недавно Windows 11. Причем, друзья, я переустановил все приложения, ну, игры, соответственно, подкачал из другого диска, который у меня уже был, не диск C, а диск, скажем, D. Вот. И переустановка занимает быстро, вообще совсем немного времени. Обязательно храните ключи ваши, чтобы потом все ввести и рассчитывать на то, что вы будете переустановить, это нормально, это естественно. И поверьте, кто переустановил, потом будет, а я-то думал. Причем, друзья, почему так происходит, что Windows становится медленно работать? У нас в России, к сожалению, не совсем есть у людей деньги даже на еду. А чего уж там говорить на платное ПО. Поэтому они скачивают, к сожалению, зачастую нелицензионное ПО. В результате устанавливают там ключи и так далее, все знайте, да. И, соответственно, там, в этом нелицензионном ПО встраиваются различные троянки. Очень не все может увидеть антивирус. Поверьте, зачастую так случается, что вообще и то, если он у вас есть, а если у вас его и нет, так и того подавно. Некоторые вообще выступают против антивируса, демонстративно не устанавливают. И со временем вот этими всякими вирусами и вот этими червями настолько забивается их компьютер, что он просто начинает так тупить, что просто невозможно. Поэтому, опять же, переустановка. Установка бесплатного антивируса я лично рекомендую. ВГ, ну, это не реклама, устанавливайте другой, почему-то сейчас больше популярен Аваст, и вас, ну, хотите устанавливать Аваст, ну, устанавливайте хоть какой-то антивирус. Хоть я и вычислил для себя, что ВГ лучше Аваста. Друзья, вот, собственно, вот такие простые элементарные правила переустанавливать Windows, пользоваться бесплатным ПО, либо лицензионным ПО, и не устанавливать нелицензионное ПО с различных неизвестных сайтов и так далее и тому подобное. Потому что вам может прилететь там огромное количество, потом ваш ком будет майнить неперерывно и так далее. Друзья, вот, собственно, и все. Все самое простое, все самое лучшее, это простое, простое правило. Я вам о нем рассказал, не знаю еще, что добавить. Сам вот переустановил на днях, причем у меня там несколько месяцев было, и там много всего, понимаете, важного у меня было установлено. И, несмотря на это, переустановил и отлично себя чувствую.